Светлане Кравцове Светлана чекає на свою першу дитину. Ще у юності дівчині діагностували безпліття. Але вихователька за професією завжди відчувала своє покликання бути мамою. Діти – це положительні емоції, це енергія, це сміх, веселі, радість, тому що більше, ніж від дітей, більшої радості отримати, мабуть, неможливо в цій житті. Цю дитину чекають не лише Світлана та її чоловік. Для батьків жінки народження малечі – єдиний шанс понянчити онуків. Всі ці роки у нас не покидала мисля, коли все-таки у нас буде вже в сім'ї така маленька, яка так вона любить цих дітей. Але, к сожалению, по ряду причин це не складувалося у неї по здоров'ю. Причини того, що Світлана аж до 40 років не могла завагітніти, слід шукати у ранньому дитинстві. Чотирирічна дівчинка раптово і стрімко почала набирати зайву вагу. Я родилась кило девятьсот, весила, у мене була диспепсія, мама розказала. А затем, уже где-то после четырехлетнього возраста, начала набирать вес, кушала, слава Богу, не в руку. Да, і, в общем-то, була всегда, виглядила старше своїх лет за счет, конечно, веса. В девять лет она уже выглядела на 14-летнюю девочку, в 14 лет она была уже как в 18-летній. Она росла к седратам, очень крупная, большая, вот, ну, красивая, очень красивая. Это 82-й год, ей здесь 12 лет, видите, какая она взрослая, да? Мы обращались к врачам, они ложили ее в клинику для того, чтобы лечить. Она так просила, клялась, что не будет кушать, только чтоб только я ее не ложила в эту клинику. Мы завязывали холодильник, чтобы она не доставала продукты, больше того, чего им положено было кушать. Но это было бесполезно. Зайвова га – это не лише эстетичная проблема. Часто это и причина бесплодия. Очень часто, либо слишком избыточный вес, он может быть как один из факторов, не сам вес фактором, который приводит к бесплодию, а обмен веществ при излишнем весе может тормозить наступление беременности. Такая женщина, прежде чем задумываться о беременности, должна пройти медицинское обследование у многих специалистов, так, чтобы выяснить природу этого ожирения. Чтобы не витрачаться на дороге лечение или штучное запледение, иногда стоит просто сходить к диетологу. Поэтому, хоть и украинцы обычно такие в теле породистые, красивые, это нормально, наша нация, в общем-то, она всегда была красивая. Но иногда убираем 3-4 кг, и человек, который, ну, кучу времени провел с такими проблемами, беременеет. Разом с тем, ветеранки борьбы за струнку фигуру мают памятать, надто мала вага – это тоже плохо. Экстремальный недостаток веса, опять же, влияет на обмен веществ, который же приводит к тому, что женщина не может забеременеть. Начнем с того, что месячные у женщины начинаются, когда у нее она достигнет веса 45 кг. Ну, так как-то природой установлено именно так. Модели, которые худеют меньше 45 кг, у них пропадают месячные. Поэтому вес плохо маленький вес и плохо большой вес. Проблемы с здоровьем и надмирной вагой привели до того, что у 18 лет Светлане диагностировали без пледя. Но молодая женщина всегда любила детей, то же пошла працювать вихователем в детский садочек. У нас же бабушка была педагогом, и у нас не было никаких сомнений, она сейчас была девчоночкой, мы знали, что она пойдет. Останье 16 роков Светлана працюет завидовочкой детского садочка. Тут вона выключена Светлана Володимиревна. Она у нас не заведующая, дети не знают, кто такая строгая заведующая или директор. Все знают, кто такая Светлана Владимировна. Это наша мама, честно, общая мама нашего детского сада. Я, конечно, сейчас немножечко... бывает. Почему мама? Потому что каждое утро она проходит по всему детскому саду, здоровается со всеми детьми, смотрит, кто как ел. Спрашивает, если ребенок не хочет, почему ты не хочешь, что ты сегодня ел, как ты ел. Женщины, у которых нет детей, которые не могут иметь детей, как правило, выбирают профессии, которые связаны с общением с детьми, со взаимодействием с детьми. Это женщины, которые выберут профессию, где они могут проявить себя, свою доброту, свою любовь, свое внимание, свою заботу. И при этом получить эту любовь от других людей, в том числе от детей. Это женщины, которые будут хорошими педагогами, хорошими воспитателями, хорошими заведующими детских садиков. Это будут те люди, которые будут действительно, скорее всего, любить детей. Человека Светлана не могла знайти до 29 роков. Женцы вирішили допомогти друзей. Вони познайомили ее с Игорем, профессийным водеем. Познакомились в Киеве у друзей. Отмечали 8 марта. Компания собралась, и мы так познакомились. Ну, кумовья пригласили. Ну, я так понимаю, что там было договорено, наверное, что познакомить. Поэтому, ну, вернее, это я так думаю. Никто же не признается. Не за сказать, что это была любовь с первого взгляда, конечно. Но, в общем-то, встречаться начали, да. И чем больше друг друга узнавали, тем больше просыпалось, конечно, чувство. И чем больше дольше живешь вместе, тем крепче действительно проявляется само чувство людей. Я из Казахстана работаю. То есть у меня жилья нету. Я на тот момент снимал квартиру. Потом Света говорит, давайте, типа, переехать, что ты бегаешь туда-сюда. Переходите, типа, к нам уже родители, все к этому нормально относятся. Светлана и Игорь начали жить разом. Но детей у пары не было. Без пледя гостро переживала не только сама женщина, а и ее муж и родители. Подружжя Кравцовых навіть замислювалося про всиновление дитини. И все спрашивали, что, что, есть же тысяча способов. И мы тоже говорили о том, что можно искусственное оплодотворение и все. Но они хотели, не хотели, не хотели. Мы говорили, чтобы взять ребенка, где дома. Были варианты всевозможные. Но Светочка всегда хотела только своего ребенка. Может быть, где-то потом, в будущем, мы планировали, если что, обратиться в Центр усыновления. Да, она хотела, она вот даже, она мне еще дырку в голове начала делать. Три или четыре года назад давайте поусыновим. Я говорю, Свет, ну, давай подождем, подожди. Я еще, блин, как бы не готова к этому. Но решили так, что 42, это будет уже, как бы, до 42 ничего не получается. Идем усыновлять. За драмой заведувачки, из-за вмираниям сердца стежили ее співробитницы с детсадка. Я лично с ней работаю уже 15 лет. И, естественно, мы ее и замуж отдали, и всегда ждали. Нам было очень обидно и жаль, иметь такую душу, любя так всех детей, чужих, вот не получилось у нее. Бездитна Світлана усі сили віддавала своїм вихованцям. Вы не забывайте, ребята, что у меня их 90 человек, детей в моем коллективе. И поэтому каждодневная забота, я действительно очень люблю свою работу и люблю ее тем положительным зарядом, который получаешь, конечно, от детей. В садку порядкує чудова людина. Спасибо, говорит ей кожна родина, що гарно керує, свою знає справу, що в нас в цем садочку зростила на славу. Спасибо вам, Светлана Володимиревна. Молодець. Молодець. Кілька років тому лікарі сказали Світлані, єдиний шанс стати мамою – схуднути. Були попытки там похудеть, але це закінчилося тим, що ще більше порівнялося. Вона якийсь определенний вес збрасувала, потім починала, наоборот, ще більше і більше порівняти. Вона їй поставила слово, що якщо ти хочеш, щоб ми жили, от, збрось вес. Тюся, наверное, перепутала, там услови були не по поводу дітей, а по поводу спини. У нее начали в садике, вони там що-то тягали, було і до цього у нее проблеми со спиною. Тому я кажу, що Свєта, треба поменьше зав'язувати, вже поменьше кушати, тому що давлення, вес, це теж іграє роль. Тобто на спину дуже сильно дають, на позвоночок непосередньо. На той час вага Світлани сягнула позначкою 105 кілограмів. Жінка взялась за себе. Її мамі, яка вже вийшла на пенсію і займалася хатніми справами, вже було не звикати тримати доньку на дієті. Якщо я готовила борщ, я должна була розписувати, скільки в нем капусты, скільки в нем буряков, скільки морковки. Ей главное було знати, скільки я вположила в продукты. Она по этой таблице рассчитывала, скільки там можна с этого уже готового борща съесть ложек. За пивроку Светлана схудла на кілька розмерів. Режим питання, який я установила, в общем-то мене устраиває по сей день. І я дуже добре себе стала чувствувати, у мене упало давлення. Я ощутила таку легкость во всем теле, конечно, і жизнь наладила, знаєте. Хотелось тоже носить красивые вещи. Вот це брюки, які носила моя Светочка ще два року назад. В такому вот она размері була. Що вони даже і на мене. Більші. Большой размерчик. Сейчас же их почти половина. Такие брюки, надо было для контраста, можете взять те, которые она сейчас носит. Ну, это совершенно. 46-й и 62-й разница. Светлана схудла і диво, завагітняла. Уся родина Светлани, чоловік Игор, мама с татом, не тямили себе від счастя. Але на сьомому тижні пліт завмер. Ужасно. Мы очень переживали. Просто у нас в доме была прямо трагедия, если сказать честно. Такая надежда. И вдруг мы понимали, что в таком возрасте еще раз, вдруг не повторится таку очередь. И где-то в какой-то степени мы и они стали привыкать к этой мысли, что мы уже будем вот так вот четвером доживать вместе. Но беда никогда не приходит одна. На родину Светлани выпали сразу три тяжких випробования. У печеньці Светлани знайшли пухлину. Операция была очень серьезная. Шов, по-моему, 26 сантиметров. Настолько глубоко сидела это вот. Что-то там нарост на печень. Вместе с тем она такая героическая девочка. За кілька месяцев у Казахстане помер батько Игоря. А після повернення з похорону чоловіка звалила з них тяжка хвороба. У него появились сильные боли, стали обследоваться. И у него оказалась грыжа позвоночника, которую надо было немедленно убрать, потому что он не мог подняться на ноги. Он практически не мог ходить. Потім у лікарню потрапила и мама Светланы. Я уже лежал в больничке, тещу положили. Тоже оказалось, что желчные, надо удалять тоже. Еще одна операция. И саме в цей драматичный момент 40-речная Светлана дизналася, что завагитнила в друге. И Светочка в очередной раз вдруг после задержки делает тесты и обнаруживает, что у нее все в порядке. Мы боялись, если честно, даже поверить в это. Одразу після чоловіка та близьких родичев про добру новину дізнався и коллектив дитячого садочка. У нас был педсовет очередной. И первое, что нам было сказано, девчонки, я, говорит, беременная. У меня будет девочка Дашка. Ну да. Я зовут Даша. Беременная. Светлана, изважаючи на век та нещодавнюю операцию на печенці, призначили кесарів роста. Сьогодні поруч и мама, и человек. Женка хочет, чтобы Игор был присутствием на операции. Я особенным желанием не горел, но я понимал, что надо поддерживать просто. Света попросила, я говорю, ну, как бы я не против. С другой стороны, я думаю, лучше бы, знаете, как, лучше пусть меня лежит, когда вы это все видите. Муж будет поддерживать, разрешите быть ему рядышком самым, самым огромным. Чтобы хотя бы вцепиться в руку. Ну да, больно, больно, больно. Многие годы она очень переживала, и родители ее, но они как будто бы уже смирились. И вот Бог дал, представляете? Мы все кричали «Ура!», когда узнали, что у нее будет ребенок. Свет, ты шла, ну, спокойно. Мы все живем только мыслью о том, что произойдет. За это событие, которое должно изменить в корне наш уклад жизни. Еще бы дождаться, чтобы она пришла в себя. Так было малой шансов. Сколько нас здесь, Иосиф, сколько нас здесь, Иосиф? Сколько нас здесь? Сколько нас здесь? «Иосификация» Пятьдесят два сантиметра. Пятьдесят два сантиметра. Красная. Какая хорошенькая. Носочки надели на нее. Представляете, на эту ножку уже носочки. Лекаря, що оперують Світлану, а тату Ігор вже виходить з операційної з маленькою донечкою на руках. Здравствуй, мій чоловічик. А, бабушка. Так, так, так. А, я не знаю. Не-не-не-не, не будем обернути. Не надо, там хорошо. Будем знакомы. Будем знакомы. Ну, і глазки відкриваєш. Тебе хочеться. Ну-ка. Тебе так ждали. Ты красавица. Ты красавица. Ты красавица. Игор дуже розхвалювався за дружину. Звіточка. Да-да-да. Как б шоб светочка? Ещё пошло всё. Звіточка. Не знаю, ты ще какое чудо. На ж венере. Красивее нет ее. Красивее нет ее. Красивее нет. Самый красивый, самый хороший красивый. Святлана после складного кесаревого забрали в реанимацию, а крихетку Дашу – до детского отделения. Минула уже доба после пологов, и Святлана, которая наконец стала мамой, очень хвилюется. Сейчас ей впервые принесут маленькую донечку Дашу. Народжение маленькой Даши отзначают и в садочку, где Святлана працюет завидовачкой. Для новонародженой уси готуют подарунки. С нашей мамочкой, как мы все время говорим, дружить не дружить нельзя. Поэтому, как только все узнали, что у нас наш самый любимый человек ждет ребенка, кто-то принес коляску просто так, кто-то принес вещи просто так, кто-то принес весы просто так. Все, что можно и все, что нужно, приносили Святлане Владимировне. Вдома для Даши есть все необходимое. Адже Святлана с Игорем також куповали придане для малечи заздалегідь, без будь-яких забабонів и с великою радостью. Когда она видела вот эти вещи детские, она от них просто обалдела, пищала. И надо, не надо, я говорю, все это, может, не надо будет, зачем покупать? Давай, как бы, потом спросим. Нет, потом будет поздно. Типа, мне некогда будет, давай это самое, надо, не надо, покупали. То есть я думаю, что, конечно, все пригодится. Голубые шапочки, как мальчишка. А сколько шапочек было? А я не знаю, как попала голубая шапочка. Я давала в рот залу много, и розовая, и желтенькая. А ты наша ходила? Девочка наша, шапочка тоже наша. А есть там написано что-то, наверное, какое-то там было? Верочка, мне дали девочка. Верочка. Не перепутали, наша. Что ж там написано? Вот, 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 вот. Ага, Кравцовая своя. Девочка. Акушерка Тамара Полякова працює у пологовому будинку вже 26 років. Свою професію вона любить донестями. Мы стоим в рот счастья, которые не закрываются ни днем, ни ночью, ни в празднике, ни в уни. Поэтому тут должно быть только хорошо, весело и счастливо. Но мы, что не были счастливы. Представляете, это ждение ребенка, какая-то радость. Сама ж Тамара радость народжения власної дитини так никогда и не пережила. Так склалася доля. Все вокруг рожают, ну не до этого. Знаете, с головой помнился в работу, когда остаешься, даже не знаю, кому ответить. То, так получилось, будем говорить там. Своих детей Тамара народити не смогла, а в сыновиди покинуту кимось дитинку так и не наважилась. Можно было сделать, но наши зарплаты совершенно не соответствуют тому, чтобы воспитать ребенка. На свое материнское счастье досвідчена акушерка сподівається, хіба що у далекому-далекому майбутньому. Думаю, что, может, в следующей жизни не вопрос. В следующей жизни, я думаю, что у меня будет много детей. Першу ночь, когда Продиллі принесли маленькую Дашу, с ними был и татар. Света, как он сказал, она боялась, скажем так. Она думала, что малая будет нервничать и плакать, знаете, потому что она слышала, когда-то через тень всю ночь плакала. Она переживала, что не справится. Все это справляется, я только мешаю. У молодой мамы, наверное, меньше страхов. У мамочки в возрасте их, к сожалению, достаточно. И страхи, справлюсь, не справлюсь. И как, что, очень много читается литературы, ищутся ответы на вопросы у подруг, которые тоже недавно обзавелись детками. Именно страхами отличия. Мне кажется, что по молодости все гораздо легче и проще. Светлана догодовывает маленькую Дашу зі шприца. Бо у цьому пологовому будинку рекомендуют не користоваться сосками и пляшечками. Родом ведет политику исключительно грудного вскармливания и отсутствие предметов, которые имитируют женскую грудь. То есть соски, пустышки – это те предметы, которые могут вызвать привыкание у ребенка. Бывают ситуации, что когда дети нуждаются в декорме или в депое, то мы это делаем или из, вы видели, такие пластиковые стаканчики, или из шприца. Згодом маленькая Даша мае навчитися годуватися мамином молоком. Адже смоктание – это не лишь способ поесть, а первые физические права, которые полезны каждому немовлятю. Это критерии здоровья ребенка. Если ребенок хорошо берет грудь, если он нормально сосет, если у него хватает сил покормиться за счет маминой груди, то это говорит о том, что этот ребенок практически здоров и он не нуждается в каком-то дополнительном обследовании, лечении и так далее. За несколько дней маленькая Даша и Светлана готовы ехать домой. В детском садочке ждет, что Светлана скоро выйдет на работу. Не будет она сидеть в декретном отпуске, она не сможет сидеть, потому что она здесь живет, это ее дом. Она сказала, Дашеньку привезем где-нибудь здесь, или Лена Владимировна немножко посидит с Дашенькой, я немножко, Надежда Васильевна немножко, все по очереди чуть-чуть посидим с Дашенькой, а Светлана Владимировна будет присутствовать на утреннике, как положено заведующий. Ну, у нас как-то так нет разделения, твое, мое, все общее. Вот, и так и будем ребеночка поднимать все дружненько, быстренько. Простите, тебя поздравляю, дорогой. Простите, и тебя Дашеньку. Для Светлани маленька Даша не лише люба довгоочекована дитина. За усі випробування, які довелось пережити цій жінці, для неї найкраща виногорода – щастя бути мамою. Простите, тебя поздравляю. Простите, тебя поздравляю. Простите, тебя поздравляю. Простите, тебя поздравляю. Я, ты дашь, ты дашь. Светлана Владимировна.